Продолжение следует. Ну что ж! Поехали! Это Биг Босс ШТОООООО? Ты уничтожил Металл Гер 1 Нет, этого не может быть И превратил меня в киборга Ребят, серьезно Я сказал нет Теперь я хочу отомстить Так, стоп Во-первых Поздравляю, ребята Мы разгадали загадку этого странного названия игры Только позвольте я кое-что исправлю Вот так гораздо лучше Во-вторых Биг Босс главный злодей игры? Что за бред? Я уже говорил Биг Босс не настолько глуп Чтобы ни с того ни с сего Вот так вот взять и пробомбить всю планету Стойте До меня только что дошло Биг Босс хотел Выпустить ядерные боеголовки По всей земле Только для того Чтобы отомстить Солид Снэйку Клаааасс Ну а в-третьих Бежим Постойте-ка А что если Нееет Вы хотите мне сказать Что глава всей этой базы Настолько глуп Что не может зайти за угол Чертовой колонны? То есть Заставлять лететь пули В противоположном направлении От направления дуа Это нормально А сделать Два чертовых шага вправо Это что? Миссия не выполнима? Кстати Классная фиолетовая пиджама Мистер Скелетер И его голова Напоминает мне армор бонус Из первого дума Ну вот Не успел я доболтать Как легендарный наемник Биг Бо... Ааа What the fuck? Робокоп Это ты? Ха 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 У меня нет Слабых мест В которые Ты смог бы Проникнуть Чел Да я не собираюсь Тебя проникать Бежим Ух ты Помидорка Ааа Не Ну эта модель Биг Босса Явно слезана С Робокопа What the fuck Эй Он следует за мной Осталось только вспомнить Какую ключ-карту До этого я использовал Ну и конечно же Подкрепиться Душеночкой Блин Не могу поверить Меня преследует Фиолетовый Робокоп Который кидается Огненными помидорами Ну в какой еще игре Это можно было бы увидеть Только Метал Гир Только реализм А я еще думал Что шутка в Метал Гир 2 Про Робокопа Была притянута за уши В любом случае Я уверен Многие из вас Ожидают эпичные битвы А вот хрен вам Иомер Внимание Метал Гир 2 Активирован Бейс персонал Пожалуйста Перейдите В подземное убежище Оу фак Опять Ну что ж Бежим И на этот раз Никаких сигарет Чтобы установить таймер Я ведь бегу В правильном направлении Не так ли? У-ля-ля. Шейк, бэйби! Оу, ю дач ма та-ла-ла. Спасибо, Снэйк. Ты можешь войти... Я могу? ...в секретную фабрику через эту дверь. Ооо. Хай, Литлер! Да, ребята, что с вами не так? Ап-зотоп чуть не свалился. Представляете, как это было бы обидно. Не, вы не подумайте, не то чтобы я уже падал с этой... В общем, неважно, поехали вперёд! И небольшая разминочка перед финальной битвой! Как-никак, второй Металгер будет в 14 раз сильнее первого! Снэйк, чтобы попасть в Inside Secret Plant, следуй инструкциям Дженнифер. Используй рокет-миссайл, чтобы взорвать стену. Дэс-пад помечен флэром. Do not fail. Ну что ж, флэры так флэры. Ээээээээм... Может, нужно взорвать стену? Попасть в стену? Окей, может, под вертолётными ракетами он имеет в виду вот эти вот миссайл? Так, это явно ни к чему не приводит. Ключ карты? У меня нет слов. Как я должен... Внимание! Первые цели для атаки. Нью-Йорк. Токио. И Москва. Москва? Фак ноу! Патриот Моуд Ом! За Родину! Оу, фак развилки. Не, я, конечно, люблю развилки, но никогда я на таймере. Тупик? Боже. Какой идиот проектировал эту фабрику. Серьёзно? Проходы, ведущие в никуда? Это так практично? Может, поэтому твои рабочие никак не могут достроить Метал Гир? А, Биг Босс? Может, делать из завода чёртов лабиринт было не очень хорошей идеей? Кстати, да. Делать проход на секретную фабрику сквозь свои личные апартаменты это так практично. Особенно мимо пленницы женского пола. Ну вот и он, могучий Метал Гир 2, и он ничего не делает. Послушайте, в первом Метал Гире меня хотя бы лазеры стреляли, а тут... Не, что-то мне подсказывает, что те штуки вентиляции не просто так туда-сюда двигаются. Оу, я, кажется, начинаю понимать, в чём тут будет проблема. Ну что ж, вот и она. Битва с финальным боссом. Куча пафоса. Взрывов. Переживаний. Волнения. Нет. Нет, ребят, я... Я даже не знаю, о чём тут... По крайней мере, у него интересный дизайн. Особенно мне нравится эта гигантская Сайла из первого Род Альерта. И да, я знаю, что я произношу название игры неправильно. Привычка детства, что тут поделаешь. Кто-нибудь, объясните мне, в каком месте этот Метал Гир в 7 раз сильнее, чем первый. Тот был бессмертным, если не использовать взрывчатку в определённом порядке. А этот убивается ракетами в эту гигантскую мишень на его теле. Я... Я, честно говоря, не знаю, о чём говорить, ребята. Вот она, финальная битва. Хоть анекдоты рассказываю. А знаете, что будет действительно очень смешно? Если в конце концов у меня кончится ракета, и мне придётся начинать всё сначала. Причём, ладно бы у этих шлюзов была какая-то логика, паттерн. Но нет. Их поведение настолько же логичное, насколько и вся остальная эта игра. Остаётся только слепо надеяться на удачу. По крайней мере, я должен сказать спасибо за одно. Передо мной действительно стоит Метал Гир, а не какой-то там гигантский компьютер. По крайней мере, я надеюсь, хотя бы кат-сцена стоит всех этих заморочек. Что-то вроде... Мы с Дженнифер убегаем от гигантского ядерного грибка. И потом продолжаем играть в заложницу и твёрдого змея. Ну или большого босса. Кто ей там больше нравится. 25 ракет. 1100 чего-то там и хрен знает сколько мне его ещё долбить. Зато я придумал хороший вопрос выпуска. А вы знаете боссов в играх старого поколения, которые были скучнее этого? Ну или хотя бы на уровне. Готов поспорить, я не найду ни одного ответа в комментариях. Ой, ну неужели? Вот. После завершения операции 747, ООН объявила Всемирный День Мира, извиняюсь за тавтологию. Джона Тёрнера объявили пропавшим без вести и убрали из записей морского флота. Ник Майер был повышен в звании на три ранга в Окс Хаунде. Посмертно. А Солид Снэйк лишился половины лица и ушёл в комикс Бэтмена работать дублёром для Двуликова? What the fuck? Нет, серьёзно. Меня не волнует судьба этих двух неудачников? Что случилось со Снэйком? Что с Дженнипер? Похоже, мы так этого никогда и не узнаем. Ну что ж, время подводить итоги. Знаете, я бы не сказал, что Биг Босс Ревенч настолько плоха, насколько её ругают фанаты. Я бы даже сказал, она достойная продолжения первой части. Те же безумные боссы, те же баги, косяки в переводе. Даже сюжет, если подумать, настолько же маразматичен. Да, 2D элементы выглядят так, как будто ты лазишь внутри чьей-то толстой кишки и играются, ползая на животе. Но я бы сказал, это всего лишь попытка разработчиков разнообразить геймплей. Неудачная попытка, но всё же. Да, Биг Босс ведёт себя нелогично, но и в первом Метал Гире его гением тактики назвать было бы трудно. И, повторюсь, насколько бы я ни ругался, я благодарен этой игре за то, что благодаря её появлению мы увидели шедевральный для того времени Метал Гир 2. И всю остальную линейку Метал Гир Солид. Что ж, с вами был Лазар, и ещё одна игра серии Метал Гир пройдена! Ооо, смотрите, Солид Снэйк улыбнулся. Но разве это не мило? Не забывайте ставить лайки и делиться с друзьями, а вопросов выпуска у нас аж целых три. Первый вопрос я задал во время битвы с Метал Гиром. Второй вопрос, а что вы думаете о игре Биг Босс Ревенч? Ну и напоследок, самое важное, на какую следующую игру делать летсплей. На выбор есть Метал Гир Гоуст Бэббл на ГБА. Поверьте мне, эта игра классная. Эдакий Метал Гир Солид в Олд Скул стиле. Silent Hill Shattered Memories на Вии. Оказалось, что на Вии в неё 200 раз интереснее играть, чем на Соньке. Продолжить Метал Гир Солид. Откровенно говоря, самый геморройный вариант. Из-за кучи диалогов, но тем не менее. Ну и Метал Гир Эйсит 1 или 2. Также можно продолжить Твайлайт Принцесс. Или новую часть Legend of Zelda Skyward Sword. Конечно же, если у вас есть свои варианты, тоже можете оставлять их в комментариях. Я обязательно их рассмотрю. На этом у меня всё. С вами был Лазар. До встречи в следующем видео. Продолжение следует...